2015 год. В этом году, когда международному сообществу пришлось справляться с колоссальными проблемами, Организация Объединенных Наций отметила 70-летие. Самое время снова обратиться к основополагающему документу Уставу ООН и создать новое видение будущего, в котором царят мир и достоинства для всех и повсюду. Мы достигли поворотного момента в человеческой истории. В сентябре государства-члены объединились и приняли повестку до 2030 года, пообещав, что будут активно работать над преобразованиями. Они приняли 17 целей устойчивого развития. От всеобщего образования и гендерного равенства до эффективного управления и устойчивой энергетики. Главная задача заключается в том, чтобы в течение 15 лет положить конец бедности во всех ее формах. В декабре в Париже произошло беспрецедентное историческое событие. Мировые лидеры приняли новое соглашение по климату. Ранее генеральный секретарь Панги Мун призвал немедленно сменить приоритеты. Мир продолжает растрачивать триллионы на бесполезные военные расходы. Как так получается, что на уничтожение людей и планеты деньги найти легче, чем на их защиту? Из-за нестабильности в Йемене, Сирии, Ливии, Южном Судане и многих других местах страдания людей достигли невероятных масштабов. По меньшей мере 60 миллионов человек покинули свои дома. Это самое большое число перемещенных лиц со времен Второй мировой войны. Во время опасных путешествий по морю более 3,5 тысяч мигрантов погибли или пропали без вести, включая маленького мальчика, чья фотография потрясла весь мир. Тех, кто выжил, этот нескончаемый поток людей, ищущих убежище, нередко встречают заграждения. Финансирование учреждений ООН, таких как Всемирная продовольственная программа, неуклонно сокращается, что заставляет их сокращать продовольственную и денежную помощь беженцам. Гуманитарная система на пределе, говорит канцлер Германии Ангела Меркель. В конечном итоге может быть только одно решение. Мы должны устранить причины массового бегства и изгнания. Группы фанатиков, такие как ИГИЛ или ДАИШ, терроризируют население Ближнего Востока и заставляют миллионы жителей спасаться бегством. Их пособники сеют ужас по всему миру. В Кении в результате нападения на университет Гориса погибли 147 студентов. Над Синаем был сбит российский самолет. От взрыва бомбы в торговом центре Берута погибло больше 40 человек. За одну ночь в Париже жертвами терактов стали сотни людей. Некоторые из террористов не достигли совершеннолетия. Ранее Совет Безопасности под председательством принца Иордании Хусейна обсуждал роль молодёжи в борьбе с воинствующим экстремизмом. Принц стал самым молодым председателем Совета. Мы должны заполнить тот вакуум, которым пользуются враги человечества. Мы должны использовать потенциал молодёжи и помочь ей реализовать свои устремления. В сентябре мировые лидеры собрались в ООН, чтобы объявить войну терроризму. Мы знаем, что воинствующий экстремизм процветает там, где нарушают права человека, где игнорируют стремление людей принимать участие в принятии решений, где у них, и особенно у молодёжи, отсутствуют перспективы и смысл жизни. Кто-то считает, что урегулирование пятилетнего конфликта в Сирии должно сопровождаться другими мерами. Президент США Барак Обама. Я считаю, что для того, чтобы победить ИГИЛ, в Сирии нужен новый лидер и представительное правительство, которое бы объединили народ Сирии в борьбе с террористическими группами. Президент России Владимир Путин с трибуны Генеральной Ассамблеи высказал иное видение. Считаем огромной ошибкой отказ от сотрудничества с сирийскими властями, правительственной армией, с теми, кто мужественно лицом к лицу сражается с террором. Надо, наконец, признать, что кроме правительственных войск президента Ассада, а также курдского ополчения в Сирии с исламским государством и другими террористическими организациями. Реально, никто не борется. За столом переговоров в Вене собрались все заинтересованные стороны, за исключением самих сирийцев. Специальный посланник ООН по Сирии – Стафан де Мистура. Мы и мечтать не могли, что Российская Федерация и американцы будут вместе сидеть во главе стола, при этом с одной стороны будет находиться Саудовская Аравия, а напротив нее Иран, а также другие страны. Мы должны использовать этот момент, которого все так долго ждали. В ноябре Совет Безопасности единогласно одобрил резолюцию с призывом принять все возможные меры в соответствии с уставом ООН для предотвращения и пресечения террористических актов. В Йемене действия повстанцев, воздушные бомбардировки и столкновения групп лояльных противоборствующим сторонам привели страну к гуманитарной катастрофе. В помощи нуждаются 80% населения. Каждый день в результате конфликта в среднем погибают или получают ранения 8 детей. 2 миллиона детей недоедают. Школы и больницы закрыты. Когда мы с сестрами слышим стрельбу, нам становится страшно. Мы боимся умереть. Я не хочу войны. Я хочу мира. Учреждения ООН направили в Йемен чрезвычайную помощь, но страна на грани голода. Заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Стивен Абрайан. Мы должны помочь этим людям. Мы должны дать им продовольствие, обеспечить безопасность, очистить страну от мин и сделать все, чтобы они почувствовали себя в безопасности. В декабре в ходе переговоров под эгидой ООН было объявлено о временном прекращении боевых действий. В ООН призвали стороны использовать эту передышку для того, чтобы начать политический процесс. В Ливии ООН способствовало заключению соглашения о создании правительства национального единства. Оно было подписано после напряженных многомесячных переговоров между соперничающими сторонами. Однако конфликт в стране продолжается. Пусть это далеко не совершенный договор, но он поможет Ливии устранить хаос и продвинуться по пути создания стабильного и демократического государства с эффективной правовой системой. По Нигерии прокатилась волна террора. Здесь орудует группировка Бока-Харам, от действий которой за последние шесть лет погибло более 20 тысяч человек. Два с половиной миллиона человек были вынуждены выехать из страны или стать внутренними переселенцами. Ночью люди из Бока-Харам пришли и сожгли мою деревню, а нам пришлось бежать. Главной проблемой региона остается нехватка продовольствия. Он пытается накормить 400 тысяч человек в месяц, но учитывая другие чрезвычайные ситуации и необходимость реагировать на них, пайки приходится сокращать. В Центрально-Африканской республике более 500 малолетних бойцов сложили оружие и вернулись домой. В мае представители 10 повстанческих группировок подписали соглашение о разоружении и выразили готовность пойти на перемирие с целью проведения демократических выборов. Но насилие не прекратилось, что серьезно сказалось на политической ситуации в стране, а также помешало гуманитарным учреждениям вести свою деятельность. Мирные переговоры в Южном Судане. Президент Южного Судана Сальва Киир. «Я принял решение подписать соглашение с тем, чтобы положить конец войне и дать миру еще один шанс». Несмотря на соглашение о мире, в ряде штатов продолжалось насилие, что потребовало еще одного раунда переговоров. До сих пор более ста тысяч внутренних переселенцев ютятся на территории миссии ООН. Женщины-миротворцы из монгольского контингента помогают обеспечивать их безопасность и становятся примером того, какую роль женщины могут играть в миростроительстве. Сегодня, спустя несколько лет нестабильности, голодают почти 4 миллиона жителей Южного Судана. Ситуация усугубляется в сезон дождей. Тогда эти люди могут получить помощь лишь по воздуху. Несмотря на то, что Бурунди избрали в Совет ООН по правам человека, июльские президентские выборы в самой стране вызвали серьезную критику. Поводом для этого послужили обвинения в нарушениях прав человека. Зейд Раат Аль-Хусейн – Верховный комиссар ООН по правам человека. «Жители Бурунди рассказали нам о том, как они боятся, что страна может скатиться в бездну насилия. Растет угроза жизни людей, региональной стабильности и развитию». Более ста тысяч жителей Бурунди покинули страну. Многие из них нашли приют в Танзании и Руанде. Управление ООН по делам беженцев и Детский фонд ООН предоставили им временное жилье, оказали содействие в борьбе с недоеданием и холерой. А Совет Безопасности призвал стороны начать политический диалог. В Западной Африке появились признаки улучшения ситуации. Благодаря коллективным усилиям местных властей, правительств и мирового сообщества, количество случаев заражения Эболой резко снизилось. Вспышка заболевания еще не ликвидирована. Но у людей есть надежда на то, что они смогут обуздать вирус, от которого погибли десятки тысяч человек. В этом им помогут новые методы быстрой диагностики и вакцина от Эболы. В штаб-квартире ООН был поднят флаг Государства-наблюдателя Палестины. Однако из-за недавнего витка насилия, в результате которого погибли невинные израильтяне и палестинцы, флаги были приспущены в знак траура. Заключено историческое соглашение о ядерной программе Ирана. Шесть супердержав договорились снять санкции с Ирана, если власти страны серьезно сократят масштабы своей ядерной программы и на две трети уменьшат количество используемых реакторов. Президент Ирана Хасан Раухани. Там, где было необходимо пойти на компромисс, мы сумели продвинуться вперед. Там, где было необходимо проявить гибкость, нам достало мужество ее проявить. Мы постарались сделать так, чтобы каждый наш шаг соответствовал международному праву. Постарались проявить готовность идти на конструктивный диалог. Юкия Амана, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, МАГАТЭ. Нам предстоит еще немало сделать, но я считаю, что тот прогресс, с которым мы достигли по вопросу ядерной программы Ирана, следует считать настоящим успехом международной дипломатии. Еще одно историческое событие произошло в ноябре в Мьянме. Там прошли выборы, в которых подавляющее число голосов набрала партия Аун Сан Суджи. Пан Гимун поздравил народ страны, отметив участие в выборах широких слоев населения и проявленное людьми спокойствие и энтузиазм. А когда на центральную Мьянму обрушилось наводнение, ООН провела в стране спасательную операцию и предоставила пострадавшим срочную помощь. В это время в Непале произошло разрушительное землетрясение силой 7,8 балла. Удар стихии стал проверкой на прочность для народа страны, для ООН и ее гуманитарных учреждений. Было необходимо доставить помощь и товары первой необходимости в труднодоступные горные районы, предоставить местному населению временное жилье и средства, с тем, чтобы люди могли начать восстанавливать свои дома и разрушенную инфраструктуру. ООН даже предоставила воздушный транспорт монастырю в Гималаях, откуда были эвакуированы дети-монахи. От циклона Пам серьезно пострадало островное государство Вануату в Тихом океане. Сегодня некоторые из 80 островов этой страны рискуют уйти под воду. Глобальное потепление и таяние ледников уже вызывают подъем уровня моря. В сентябре, во время своего исторического визита в ООН, Папа Римский Франциск призвал мировых лидеров взять на себя моральную ответственность за заботу о планете, человечестве и природе. Эксплуатация ресурсов и разрушение природы сопряжены с беспощадным угнетением малоимущих. Эгоистичная и безграничная жажда власти и материального достатка приводит к разграблению природных ресурсов, а в это время слабые и беззащитные влачат жалкое существование. Поэтому любой вред, нанесенный нашей планете, — это ущерб всему человечеству. Побывав в Норвежской Арктике, Пан Гимун стал свидетелем таянии ледников, которые он посещал шесть лет тому назад. Я встревожен тем, что на ледниках так много расселин, которые вот-вот разойдутся. Эти ледники тают очень быстро. Если мы не примем меры сейчас, то горько пожалеем об этом в будущем. Мы должны сделать все, чтобы удержать рост глобальной температуры в пределах 2 градусов Цельсия. Двухнедельные изматывающие переговоры на конференции ООН по изменению климата в Париже увенчались триумфом. Впервые в истории 195 государств приняли универсальное соглашение с целью затормозить эмиссии парниковых газов, укрепить меры по противостоянию климатическим изменениям и, сообща, предпринять необходимые действия. Все страны договорились не допустить повышения глобальной температуры больше, чем на 2 градуса Цельсия. Мир, озаренный голубым светом. Таким человечество запомнит 70-й день рождения ООН. В новом десятилетии организацию ждут новые задачи – ликвидация голода, поиск путей урегулирования конфликтов и борьба с изменением климата. Лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсефзай. Я надеюсь на то, что все мы объединимся во имя образования и мира и что мы не только сделаем этот мир лучше, а сделаем его самым лучшим миром. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!